Друзья, здравствуйте! С вами Афонтова и я, Алексей Вербицкий. Я с удовольствием представляю вам нашего гостя. У нас в гостях популярный музыкант, исполнитель Владислав Медяник. Добрый день, Владислав Васильевич. Наверное, стоит добавить еще ресторатор, поскольку это тоже один из аспектов вашей жизни и деятельности. Добро пожаловать в Красноярск, хочется сказать сразу. И в этом смысле, я надеюсь, что для вас не пустой звук, поскольку Красноярск это то место, где многое для вас и в жизни, и в карьере начиналось. Не многое, а главное. Я в Красноярском крае родился, в поселке Краснотуранск, который сейчас находится под Красноярским морем. Это же так, что мою родину утопили. Но я знаю, что на гору перенесли поселок, но я как бы... Потом Красноярск это моя родина. Я бы сказал, не многое меня связывает, а это моя родина. Но это всегда чувство, приезд в Красноярск, я возвращаюсь домой. Конечно. Какие вообще эмоции при посещении города? Вот, кстати, я сейчас пишу новую песню, она так и называется, «Go Home». Я когда... У меня появляется возможность туда лететь, я сразу как бы... Но «Go Home» это не то, что она какая-то иностранная, американая. Там просто это одна фраза. Жалко, что у нас мало времени. Я бы... Вообще, я собирался эту песню спеть, но у меня получилось так, что с собой она еще... С собой фонограмма есть, но она еще не готова так, чтобы ее в эфире показать. А на концерте? А на концерте я спою ее. Хорошо. Если говорить о Красноярске и вспоминать, что из того, что мы сейчас обозначили как главное в вашей жизни и карьере, все-таки определило развитие и творческий путь? Определил мой отец. Я уже сто раз об этом рассказывал. Он просто упорно хотел, чтобы я был певцом. С самого детства он меня привел в Красноярский краевой хор мальчиков. А я упорно не хотел этим заниматься. Я упорно хотел в хоккей гонять клюшкой, с клюшкой, футбол с пацанами. И вот сейчас безумно благодарен своему отцу, что это стало моей профессией. Если бы он был жив, я думаю, он бы гордился моим жизненным, музыкальным путем, моей дорогой. В соцсетях сейчас набирает оборот такой флешмоб. Мои 90-е, все публикуют фотографии, воспроизведя атмосферу той эпохи. Мне нравится, что как-то все легко. Фотографии хорошие, улыбаешься лица. Хотя время было сложное достаточно. Мне нравится, что не несут оттуда какую-то тревогу, негатив, что тоже было. Вот для вас 90-е, если можно в двух словах обрисовать какое-то общее настроение, что-то важное, что там осталось? Я скажу вот что. Так сложилась судьба. 90-е я наблюдал только по слухам, из экрана телевизора. С той стороны океана. Да, да, я в это время, я с 90-го года как раз жил в Америке. Может быть, меня это и спасло, потому как с моим счастьем, я могло бы, как бы под какую-то раздачу попал бы и, может быть, погиб. Потому что многие музыканты, многие люди попадают. Допустим, был такой, Петлюра такой парень, еще там в 90-х, сел как братве там в джип и как бы с ними куда-то там ехал, взорвали этот джип, попал под чужую раздачу. Ну и так далее, так далее. Но тем не менее, я вот сейчас собираюсь альбомным, сейчас собираю материал и хочу назвать его, наверное, или Лихие 90-е, или что-то такое, такое рабочее название. И там у меня, допустим, есть такая песня, припев в этой песне. У братвы был день тяжелый, крышу строили, коммерсанта одного успокоили. Отстегнул он на общак, пачку баксами, обменялись телефонами и факсами. Смешно. Я не люблю вот такие песни, как и такого Жанна, чтобы они восхваляли или там пропагандировали романтику блатной жизни или лагерной. А вот это, мне кажется, это, как говорится, уже сухмыл. Было, было, чё ж там, всё было. И, ну, я не знаю, стоит ли иронизировать на эту тему, но, тем не менее. Вы затронули вот тему работы новых альбомов, и, в принципе, сняли с языка вопрос о том, на чем работают и сейчас. И здесь же можно, наверное, как-то обрисовать программу вечера, которая намечается с вашим участием. Ну вот я недавно написал альбом «Душа», и сейчас написал песню, которая называется «Гоу Хоу». Эта песня тоже, она патриотична, как ни странно, потому как вот мы, где бываем на всяких южных пляжах и так далее, и так далее, и всё там хорошо, и всё там, здесь мечта идиота, там зимой и лето, там вот такие слова и так далее. Ну, каждую ночь мне снятся сугробы. Ну, я сейчас, что слова так сумбурно ничего не понимаю, но сегодня и завтра, кто будет на моих концертах, ну, хорошая, очень такая глубокая песня. По поводу творческих новостей, я скажу вот что. Я сейчас ударился, я вообще всю жизнь занимался продюсером, продюсером, а сейчас я очень плотно этим занялся, потому что мне как бы, вот, Алексей, ты меня как бы ещё представил как ресторан. Невозможно записал, ресторатор. Да, да, ну так оно и есть. Хорошо. И я работал и в Нью-Йорке, как бы, директором ресторана. С этого всё и началось, и потом у меня уже в Москве, сейчас уже третий проект, на Рязанском проспекте, Соло называется. Вот. Но сейчас я меня больше интересует, это больше меня как бы влечёт продюсерская деятельность. Сейчас мы, вот, знаете, наверное, вы больше внук к року по псе, да? Ну, можно и так назвать. Группа Блестящая. Какая-то немножко группа Блестящая, но это мы помним, да. Помним, да. Там есть... Там с составами, конечно, как-то есть. Но есть одна с самого начала и до сих пор Ксюша Новикова. Да, да, да. Вот. И вот она как бы, мы давно дружим, и вот мы недавно так что-то разговаривали, слава-ла. И она говорит, у меня такая вот идея бы там выйти бы вообще из этих Блестящих и создать свою группу. Я говорю, слушай, так мы вообще нужны друг другу. Как никто. У меня студия, у меня вот этот большой этот клуб, где репетиционная база, где можно это все как бы репетировать. Мы сейчас уже провели, в общем, с ней решили создать группу, будет называться группа Ксюша. Провели уже два кастинга. Сейчас из этих двух дней выбрали, ну, просто гениальных шесть девочек. И внешне, ну, просто куколки. И танцуют, и двигаются, и поют, ну, реально поют. Вообще так клево. Вот я вообще хочу сказать, что в последние годы очень такая тенденция идет. Здесь повернулись общество, как говорится, музыкальное общество, повернулись лицом к талантливым, к талантливой молодежи. Ну да, вот эти популярные сейчас телешоу, голос, так далее, так далее. Да, да, фабрика звезд, телешоу, голос, так далее, так далее. Вот. И очень, очень талантливые и молодежь, и талантливые девочки. Я думаю, что у этого проекта, ну, хорошее. Ну, хорошо, что сказали. Я вот про следующий вопрос должен был быть. Есть ли кого продюсировать? Ну, в этом смысле вы меня успокоили, что... Есть еще, что, столько непаханное поле. Владислав Васильевич, ваши песни всегда можно найти, знаете, в этих объемных томах, список песен караоке, в караоке-барах. Вам приходилось слышать, как люди в караоке поют ваши песни? Что вы испытываете при этом? Я понимаю слово. Я вообще, я даже не о своих, я вообще испытываю такой ужас. Свои ужасы. Я вас понимаю. У меня там в этом соло тоже, там, три этажа, на втором этаже большой-большой караоке. И мне всегда приходится через караоке, там лифт просто, через караоке всегда проходить. И за эту минуту, пока я жду лифт, я такое, получаю, ну, такую порцию, такого ужаса. И бум-бум-бум, и быстро скрыться. Ну, смешную историю расскажу. Когда только зарождалось, это караоке движения. Караоке индустрии. Это где-то в конце, ну, наверное, в конце 90-х. Захожу, ну, как-то с друзьями, зашли. Был в Москве, в набережной возле международной гостиницы, караоке обломов. Одно из лучших в то время было. Многоговорящее название, да? И, там, несколько моих песен уже там было, там, это. Ну, и меня там сидели, там, ребят, ну, спой, давай, там, это. И помните, тогда бы была такая некая рецензия, там, вам бы еще нужно поучиться, или, там, плохо, или отлично. Какая-то такая система оценок. Да, ты оценок. Понимаю. Я спел «Кабакан, кабанский дым», под свою же фонограмму. Спел, там, это, мне, там, это. Ну, неплохо там написано, неплохо, но нужно еще порепетировать. Ну, очевидно, аппарат караоке не идентифицировал автора песни. Не, ну, все равно, не важно, автор не автор, а я не автор, во-первых. Автор песни, это Сергей Наговицын, это песня. Ну, я имею в виду первоисточник исполнителя, да. Ну, я все равно спел их ее хорошо. Но этот аппарат мог бы, если он понимает, там, чистое появление. Получается, сейчас я, как бы, с обидой на этот аппарат делаю, да? Ну, смешно было, короче. Понятно. Владислав Васильевич, большое спасибо. И, опять же, вот, мы говорили «гоу хому», я говорю вам «велком бэк» всегда. И, я думаю, вы можете рассчитывать на теплый прием своих поклонников, которые красноцветные. Я, кстати, хочу сказать, что вот уже вот так появилась такая очень хорошая традиция. Я прилетаю в «Адмирал», в это замечательное место, дружу с руководством этого, этого оазиса. Там хорошо, согласен. Вообще так здорово, и так. Вот Сергей Глебович, он сам лично занимается развитием этого. Я очень восхищен вообще все, что там происходит. И такая уже сложилась традиция. Я вот сегодня, как бы, вот завтра, получается, как закрытие этого сезона. И я буду выступать, прилетать на открытие и на закрытие. Уже в прошлый год так и было. И вот сейчас, в этом году, так и продолжается. Получается, это сам, говорится, Бог велел, потому как я земляк Красноярск. Это моя земля, это моя родина. И, как бы, это где-то символично даже. Я очень рад. Друзья, ну и в заключение, пользуясь случаем, хочу пригласить вас на концерт Владислава Меденика, который состоится завтра в субботу в 19.30 в Экопарке «Адмирал». Ну, а у вас, Владислав Васильевич, с вами есть возможность обратиться к своим поклонникам. Дорогие друзья, дорогие земляки, я бы не назвал это поклонниками, я просто хочу сказать, что все мои земляки для меня родные люди. Завтра в «Адмирале» в Экопарке в 19.30 встретимся. Я привез диски новые. Я буду петь для вас очень долго. Потому как, не только, как это обычно, 40 минут, 50 минут, и все, и распрощались. Будем весь вечер до поздней ночи, будем вместе. Большое спасибо вам за это интервью. Друзья, Владислав Медяник был у нас в гостях. С вами Афонтова. Будьте рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова